Добрейший вечерочек, с вами Вечерний Шуберт. Посмотрите, у меня в руках это не снаряд времен Великой Отечественной войны. Это крутейший советский объектив 35ОПФ-18. Сегодня мы испытаем этого монстра советского кинопрома. Но сам я не смогу его даже собрать и установить. Мне потребовалось два ассистента, чтобы собрать все оборудование. И ребята сейчас мне помогут собрать эту установку. И наконец-то мы и поснимаем. Что же это за крутейшая опыта? Вот такая требуется хитрая конструкция, чтобы объектив этот установить на кинокамеру. При этом вес его очень большой, то есть больше 3 килограмм. Как такой машиной снимать? Но стационарно можно как бы вот так его установить. И вот такая вот машина. Представите, сколько оптического стекла здесь. Реально и металла. То есть это реально танк Т-34. И как же он снимает вопрос? Я вас снял. Смотрите, какой там красивый луч получается. Когда снимаешь. То есть такой вот луч, как бы он получается, много бликовый. Много бликовый. Много линз, поэтому такой отражается. Аккуратии сюда экшен камеру поставить. О, солнышко. Ага, хоп. Здоровски. Но видно, что против света эти кольца с одной стороны красивы, а с другой стороны это и поразительная засветка тоже. Но сейчас мы делаем несколько тестов. Посмотрим, как этот объектив все-таки снимает. Потому что характеристики у него, в принципе, интересные. У него фокусное расстояние 20-120 диапазон, 20 мм на широком угле, рассчитанное для матрицы Супер-35 как раз. То есть для кинокадра. И у него получается 120 на длинном высоте. А светосила у него получается 1-2,5. То есть почти двойка светосила. Постоянная. На всей длине фокусных расстояний. То есть она не темнеет, не светлеет, как в фотооптике. То есть здесь все красиво. Вот. Но единственный, конечно, его недостаток очень большой, это размеры и масса. То есть куда вот с такой дурой. То есть только действительно должна быть большая киногруппа, машина и так далее. Короче говоря, видно, что Урса немножко не закрывает он объектив. Если посмотреть, края тут видны. О, видите, краешки, боковушки видны получаются. И самое главное, что фокус не теряется на всем диапазоне. То есть ты наводишь на максимально крупный план и на максимально широкий угол. И фокус остается стабильным. И диафрагма то есть стабильным. Это необходимо при прикиношемке или прикиношке работы. В плане работы вот все крутится мягко, очень удобно. Вот надо, я хотел бы поставить фоллоу фокус. Тут резьба, она не соответствует, она коса и какая-то советская резьба. Объектив 1991 года этот. То есть уже Советский Союз рухнул. Или он до, буквально перед самым развалом. Или вот буквально сразу после. Неизвестно какой месяц. Но видите, 34 всего выпуски. То есть 34-й он как бы по номеру. То есть их не так много, этих объективов. Еще к нему шла шла аноморфотная насадка, которая превращала его в аноморфотный объектив 40-140. Он получался. То есть у себя фокусное расстояние увеличивалось. И получается без широкого экрана. Задний такой аноморфотный блок. У нас его нет. Сегодня мы снимаем просто обычным. Вот тащим эту машинку. Пойдем к Монументу Славы, поснимаем немножко Мемориал. Да, таскать такую штуку нелегко. Почти как камеру Аскания. Или Дебри. Ну тут сразу видно, идет кинооператор. А не просто какой-то видеограф с Голупро. Ох, думаю аналогичный Carl Zeiss стоит несколько миллионов рублей. По характеристикам. Ставим, чтобы удобно, сразу же практически готов к стрельбе. Устанавливаем, наводим, снимаем. Вот, да, против света. Попробуем лезть, что постой там. Я против света тебя поймаю. Ну да, то есть советские объективы никогда не отличились. Тем, что они могут работать как такой же света. Они обычно всегда мылят и дают блик. Но в этот, в принципе, неплохо достаточно. Постойте там, помедитировать. А вот Пас приняли в первый бой. И оттуда начали наступать. И выездили, да, это собирали? Да, снимали, да, это? Да. Вон, посмотри, Дим, какая изображение. Просто посмотри. Я посмотрю один кадр. Вот максимально широкий. Допустим, берем. Хорошо. Смотрите, я беру из черноты, посмотри. Из черноты я так выйду. Вот, совсем из этих плит. О, вот. Огонь. Может быть, Дмитрию дадим, возможно, снять кадр. Давай, Дима, подходи. Хватит, хватит снимать. Сейчас я тебя поснимаю. Значит, вот у нас диафрагма. Первое кольцо диафрагма. Полностью отделали, полностью. Сейчас будем снимать на полностью открытой диафрагме. Будем снимать, испытывать этот объектив на резкости, на красоту рисунка. Ну, и у нас лилия красивая. Еще объектив нам тоже добавляет, усиливает, как бы, ее красоту. Вот. Теперь сделаем что? Следующее упражнение. Отъезжаем трансфокатором. То есть, не выключая камеру. Дима, снимаем. Да. А ты подормируй, да, как нужно. А вы в кадр, кто-ли, попадаете. Мягко было? А теперь резко наезжай. Ты двигай тоже, а я резко двигаю. Да? Теперь переводим фокус на... Я работаю фокусником сейчас. Перевожу фокус на задний план. Вот этот народ. Красота? Очень мягкая, хорошая киношная картинка. Стоп. День, пройди три шага назад, вперед. Вперед. Вот, и теперь перейду на обратную точку еще. А подожди, постой, здесь против света постимаем. Вот, вот так еще попробуем. Против света. Вот, вот так объектив держит контровой свет, получается. Вот, а теперь закрываемся. Отойди вправо чуть-чуть. Вот, сейчас попробуем сделать такой кадр и следить фокусом будем. Мне выпуск пулировать. Да, давай попробуй, попробуй побыть фокусником. Смотреть сюда. Давай. А я буду вести камеры. Лиля, иди вперед, потихонечку, мелким шагом. Ну, вот здесь встань. Смотри вперед. Еще вперед в свет. Почувствуй, это же актриса в свет. То есть, в принципе, вот этим объективом можно снимать кино. Сейчас я попробую отъехать трансфокатором. Посмотрим, как это получается. Дима, порассистируй точно на трансфокаторе. Трансфокатором отъехать? Да. У меня не получится так плавно, конечно, как у вас. Наверное, давайте. Стоп. Вот такие вот блики создает этот объектив. Сейчас я, кстати, вот сейчас снимаю монумент славы. Посмотрите, какой-то блик при полностью открытой диафрагме. То есть, вот такое вот вокруг кольцо получается. То есть, это как бы не есть гуд. Но в центре кадра все хорошо. Если мы берем, скажем, кроп режим, и кроп режима, как бы уменьшенный кадр, где он называется? Windows Sensor. Это в режиме Windows Sensor. То есть, в принципе, он работает хорошо. Но в полном фрейме, маленечко, он не покрывает. Но это, видимо, не дефект объектива. Это просто потому, что матрица здесь шире, чем у кино кадра, на который был рассчитан. Он же не был рассчитан на плоский, широкий, Super 35. Он был рассчитан на обычный 35 мм. Советский кинокадр. Этим объективом снимали с помощью кинокамер Кинор и Конвас. То есть, вообще, конечно, он комплектовал, все Кинор и 35 мм, они комплектовались этими объективами. То есть, он, по сути, заменял линейку объективов от 20-го до 150-го практически. Плюс еще там были насадки. Ставились анаварфотные насадки. Она позволяла широкоэкранный режим не снимать. И насадка, экстендер так называемый, то есть, увеличивала в два раза фокусное расстояние. Он длиннофокусным становился. Поэтому этот объектив был задуман как универсальный такой инструмент. Но размеры и массы не позволяли все-таки применять. И операторы любили больше дискретные объективы использовать. Либо небольшие трансфокаторы, типа Фотон или 35 УПФ. Маленький, 22-80. Этот, конечно, использовался малый. Даже видно, что он новый и мало снимали. Конечно, это интересное было устройство. Мы его испытали. Что можно сказать? Оптика, конечно, для того времени, в котором оно делалось, это выше всяких похвал. Какая красивая, да? Какой-то, даже современных объективов нет такого. Вот именно у современной оптики все плоское, пластиковое и какое-то правильное. А вот эта винтажная оптика, так называемая, она рисует интересно. То есть, рисует... Звукорежиссер шумит на площадке. У нее и бокы интересные, и против свет облики интересные. И сама вот передача, цветопередача интересная у него. По сравнению с современной оптикой, которая, вот, все в ней исправлено, уже все дисторсии, все вот эти вещи. Поэтому, в этом плане, в ложном отношении объектив, конечно, классный. Ну и практично. То есть, мы имеем трансфокатор постоянной светосилы, который можно поставить и снимать какое-то мероприятие. Это двигая его с трансфокатором, да, там, выбирая крупности и не меняя оптику, например. Оно и сейчас на цифровой камере, вы видите, показывает прекрасный результат на современной. Вот. А на пленке, я думаю, вообще был бы огонь. Поэтому, что можно? Пять с плюсом дать этому объективу советской кинопромышленности, ЛОМО, которая выпускала ЛОМО, Ленинградского оптического механического объединения. И я думаю, что мы этот объектив будем, задержим, применять в съемках документальных фильмов и художественного кино. Особенно в художественных фильмах, я думаю, он найдет свое применение. Пока.